может быть какую-то пользу принести может быть есть такие варианты конечно же они всегда присутствуют и в нашей жизни дал как видеоигры они идут они дают отвлечься от реальности если можно так назвать дают какую-то возможность проявить себя какой-то рейтинг по побить рекорд развлечь наконец-таки себя ну а как еще как еще справляться если мы при чтении книги у нас определенные эмоции при просмотре фильма другие эмоции а при видеоиграх все то же самое только наверное в два или в три раза больше потому что ощущения которые нам позволяют тот или иной процесс игровой познать он как-то более-менее увеличен что с книгами что с кино да что я не знаю там но не с походом со спортзалом это уж грубо говоря это нельзя сравнивать но что физические нагрузки ни одна видеоигра тебе не даст ну кроме есть там какой-нибудь nintendo да со своими прибудами типа там поставил на что-то ручку или ножку и побежал или там этот халахуп крутишь там в руке у себя ну прикольно чё развивай развиваемся двигаемся лишние калории теряются ну блин о чем это я вообще сколько уже минута прошла bomber crew мой пламенный спич сегодня посвящен данной игре и на этом примере я хотел бы вывести небольшой ну выводы да вот эти тезисы пан познать вот эту карикатурность главные героя всей вот этой вот стилистики игры с реальной симуляции вот у меня в голове сразу вот всплывает вот как вот я только вот прошел ну или как я начал эту игру bomber crew у меня сразу же голове возник cannon ford дам себе обязательно напомнить названием могу напортачить и да это игра сеги вот это вот все ламповое детство на столе и все в этом роде ба 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 канон ford чем меня так зацепил в детстве у меня такая небольшая детская травма наверное но я не могу сказать что там что-то страшное или ужасное увидел и о нет там нет больше не хочу это с вами не я просто вспоминаю cannon ford из-за своих холмов так как небольшой ликбез по этой игре если кто не в курсе мы управляем четырьмя трупперами которые которых выпускают на миссию уничтожить все движущие и если вот это все движущие нас уничтожает не мы их то на вот этих холмах появляются крестики вереницы из людей продолжает нашей миссии и cannon ford давал нам понять что ну не нужно этого делать не нужно терять никого бомбер крю справляется с этой темой также на высоте на уровне и вот это чувство да что нужно их всех сберечь и нужно как бы что вы там не происходило другой маршрут выбрать на карте расставить точечки ага вот здесь пролететь или там снизу или сверху ну и все в этом роде до механику сейчас попозже постараюсь разобрать но вот это вот то что не нужно никого терять да у нас есть в бомбер крю монумент где запечатлены наши герои которых мы потеряли и там внизу даже таблички пишутся их с именем мы можем конечно же переименовать там изменить внешность этих героев ну не в этом суть тот момент то что вот вот мы сравнили что вот есть канон ford есть бомбер крю такой же похожий но совсем в другом направлении как и заявляет разработчик это симулятором для меня симулятор все-таки это наверное типа что-то silent hunter silent hunter как всегда дам себе напомнить с произношением как всегда не очень вот там да там реалистично все там наши подводники бородатые с трубками с фуражками у них карты там лампа они выбирают направление что чертить куда и все пускать куда эту торпеду в общем все реалистично как положено симулятор реалистично равно да если можно так назвать бомбер крю симулятор не равно ну как можно говорить о симуляторе когда у нас вот это карикатурность идет где вот эти у нас огромные головы вот такие маленькие ножки они вот так ходят по этому по этому салону назвать правильно поэтому самолету вылазят вот ну как не умиляться если наш борт механик должен починить например двигатель до горящего самолета он вот так вот ножками там чебушит что-то такой вылез на поверхность крыла садится на попку свою и вот там у чуть-чуть так чинит мило и потом когда он закончил чинить он своими маленькими лапками потому что ну руками назвать нельзя вот так держится ему ветер развивает его шелковистый волос и он летит пока ты ему не скажешь что нужно вернуться обратно но это не симулятор да я понимаю что бомбер крю постарались нам вот эту игровую механику чтобы нам скучно не было впихнуть всяческие элементы у нас картографы и радиографы борт механики и все в этом роде чтобы например пилот до который взлетает наши на вот он взлетел с полосы если его не направить куда нужно он и так полетит по прямой ну а что ему еще остается делать все займем вас зови за мимо все короче связано если мы не отдадим приказ одному 2 это не сделает 3 там не пойдет и так далее механика есть но не симулятор конечно да я понимаю что там со всеми выключенными двигателями мы дальше не пролетим далеко но она не настолько серьезно в этом плане карикатурность вся вот это вода мимимишность и можно так назвать да это мультяшность вот я тут же и вот помимо канон форда распоминаю в эллиан хардс но в эллиан хардс упор делал на историю где мне кажется неважно что там как нарисовано карикатурность реалистичность история подается в эту историю ты влюбляешься ты за этой истории следишь ты этой истории восторгаешься никакой симуляции речь не идет главная задача в эллиан хардс донести вот эту историю бомбер крю главная задача я считаю не потерять наших этих крюк ну блин это сложно потому что все при потере а у них уровень еще растет и вот это вот мобильность да вот это недорога недороговизность этой игры она немножко затерялась там затерялась в плане то что да возможно если потом был реалистичный симулятор возможно реалистичный симулятор того что мы проделываем всего и вся как silent hunter она бы конечно затянулась на долгое прохождение не то что у меня там да сколько там 19 часов плюс-минус и наверное я бы так не категорически относился к этой вот мультяшности я так думаю но она она того стоит она она в теме она правильно там находится я считаю что выбор выбор пал вот на этих вот огромных людей с большими головами с маленькими ручками она там к месту что говорить о все всему всему и вся происходящему вообще вот в этой на мой взгляд минус ее это пустота если можно так назвать потому что вот сразу скажу что есть у нас есть мы да вот этот бомбардировщик есть союзные самолеты есть вражеские самолеты есть вражеские здания пусть так как обобщим есть вражеские корабли все не хватает движухи я понимаю что игра не такая дорогая и еще раз повторюсь не делали ее 10 лет и все в этом роде ну вот мне вот этого не хватило я понимаю что мы взлетаем летим до точки сброса поэтому пути нас могут встретить вражеские истребители могут засадить зениток земли но на этом все как бы вот этот интерес теряется до пилотом вверх вниз управляем влево вправо какие-то у него перки появились о том что нужно как-то маневрировать между зенитками ну и все на этом но бомбер крю цепляет помимо вот этим всем что я стараюсь вот я как защитник видеоигр адвокат стараюсь все-таки видеть хорошие стороны бомбер крю цепляет своей прогрессии мне не было скучно это очень редко вот в этих играх симуляторах в этих симуляторах мне не было скучно честно прогрессия есть абсолютнейшая и миссии они да есть которые повторяются но с более серьезным то есть тебе дают вызов а если ты делал эту миссию а ну попробую сделать эту миссию уже там на каком-нибудь там ну пусть будет восьмой уровень и посмотри как она по другому как ты вот этих вот вот эти вот кораблики давай посмотри как она получится с таким вот восьмым уровнем это очень интересно я не знаю почему но если мы сохраняем наших персонажей вот эта прогрессия она ну не отпускает тебя и еще одна еще один пунктик бомбер крю о том что она принципе справляется своей задачей о том что время убийства она показывает идеально вот все что нужно нам сделать для удовольствия конечно не пустое время не пустое время для убийства с удовольствием с удовольствием ты проводишь время там в этой компании есть какие-то другие там на выживание там еще что-то я не пробовал мне была интересно кампания мне нужно было вот эту прогрессию посмотреть что будет до конца и кстати если мы идем потихонечку выполняя каждую миссию у нас есть определенные промежуткиừng грубо говоря у нас будет босс я ни в коем случае ничего не пересказываю сейчас у меня мысль возникла ни в коем случае не приз Omnus сюжета в принципе нет нужно выполнять миссии и все estate что теперь еще требуется у нас есть определенные промежутки где на каждом конце промежутки есть группа горя в бог такое спецзадание которое ну супер пупер очень сложно и мне было интересно до конца посмотреть что тут же там конце находится в самом конце какая будет самая сложная миссия и вот эта прогрессия она позволяет этому интересу тебе вот эти вот пунктики вот так толкает тебя давай даже давай посмотри что-то класс класс время убийства ничего серьезного абсолютно если это был бы симулятор как silent hunter с подводниками на самолете с бородами с трубками с вашей фуражками я не оговорился с подводниками такими как я в саван хантер вел считаю что этой этой в игре ничего бы не пошло и этого бы видеоролика не было мне бы наверное хватило 15-20 минут его потыкал по карте упал бы где-нибудь и все на этом закончилось ну и в заключении заключение потому что но наговаривает то все что угодно можно но это время убийства тоже это же им тот интерес хотелось бы донести в заключении о продолжении всех вот этих бомбер крю вот если мы возьмем данную данную игру считаю что разработчики не туда абсолютно пошли у них после бомбер крю началось space crew да такой вот космический космический экипаж фиг с ним но это мы уже все видели особенно я в прекраснейшей игре ftl у нас fast and light да она абсолютнее абсолютнейшая то есть противоположность вот у нас 3d графика space crew ftl у нас обычная 2d спрайты но там интерес но это совсем другая история если они уж начали про бомбер крю могли бы сделать например не знаю блины с головой вылетела я бы ну там танк крюку и будет интересно мне бы было бы интересно направлять управлять карикатурность все дела вот это пухлые самолетики по и пухлые танчики уже были фиг с ним возьмите silent hunter пусть будет silent crew с подводной лодкой такая же тема пусть они погружаются опускаются то же самое и дальнейшего дальнейшая перспектива было бы интереснее так что но не космос где не наворотили всего подряд я я понимаю что прогрессия как и в игре должна быть и в продолжении мы могли бы сделать просто вот у нас есть самолеты да вот зале вот так перевернули опа и у нас все под водой бы то же самое но принципе а ну да ну тут же начали бы орать о том что вот они сделали то же самое взяли вот так перевернули ну ладно им там виднее моем в моем видении я бы лучше бы продолжал бы вот тему сороковых пятидесятых шестидесятых годов во вьетнаме может быть они там что-нибудь сделали но не спейс крю потому что в космосе нам игр предостаточно и так что особенно связанные с вот этой вот тематикой того что мы должны выставить всех куда надо там еще и пошаговый есть но это совсем отдельная тема во всяком случае бомбер крю мне зашел было интересно прогрессия и что не нужно терять никого это самое главное ну а что там дальше разработчики делают это уже их проблемы они в этом список в этом вопросе специалисты не так как я но все же все же я посмотрел я увидел мне не понравилось а вот бомбер крю вполне хорошая вещь я думаю надо заканчивать тут вещал гидрокваква нет плохих игр есть плохие отзывы гидрокваква нет Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»